Аким района Кайрат Абдуалиев подвёл итоги своей работы за истёкший период этого года. Свой отчёт он начал с оптимистичного показателя. Так, план поступления в бюджет был перевыполнен на 6%. Вместо 1,146,000,000 тенге в казну поступил 1,215,000,000. Превышение плана чиновник объяснил уровнем развития сельского хозяйства, а также сектора малого и среднего бизнеса. «Объём производства сельского хозяйства составил 16,5,000,000,000 тенге. Согласно плану мероприятий, была проведена диверсификация земель, полеводства и освоена 69,000 гектар землей. Кроме того, из планируемых в 2017 году 67 гектар землей для теплиц на 29 гектарах теплицы уже построили». Чиновник не обошёл стороной и главную проблему района – нехватку питьевой воды. Сейчас из 154 населённых пунктов водой обеспечено 69. От наличия живительной влаги напрямую зависит состояние сельского хозяйства и туризма. Поэтому главный приоритет местной администрации – обеспечить 90% населения водой в течение следующих трёх лет. Однако, как быстро решится это и другие проблемы района, в случае его разделения на несколько территориальных единиц, пока не ясно. Слухи о разделении активно муссируются уже несколько лет. В свою очередь, Абдуалиев эту идею полностью поддерживает. «К нам приезжала комиссия из правительства. Мы предоставили ей всю необходимую информацию и статистику. Как они решат, пока неизвестно. Но и народ за, и я, как Аким, за разделение». Аким также рассказал об основных направлениях послания президента. Третья модернизация Казахстана – глобальная конкурентоспособность. Так, для разъяснения обращения главы государства в Сарагашском районе было собрано 7 информационных групп. Проведено 26 встреч и установлено 44 билборда. Сая Раман Таева, Талгат Киргизалиев ТВК.